Всем привет, всем добрый день, доброе утро, для кого как. Хочу с вами сегодня поговорить на тему ревности, потому что очень многих эта тема вчера затронула. И, на мой взгляд, некоторые сильно ошибаются, думаю, что ревность — это неотъемлемая часть отношений. Просто дело в том, что у меня было схожее мнение с вами, то же самое я думала с самого детства, что если человек тебя ревнует и постоянно тебя контролирует, значит, это настоящая любовь, значит, человек к тебе заинтересован, он к тебе привязан, и это и есть то самое настоящее светлое чувство. Но это абсолютно не так. Вот есть такое выражение — ревность — это яд. И в малых количествах это как раз таки стимулирует любовь, а в больших количествах только ее разрушает. И вот с этим я абсолютно точно согласна. То есть, если… Сейчас разберем отдельно, уже вот история заканчивается по поводу количества ревности в отношениях. Ревность в малых количествах — это означает, что в понятии ревность вы допускаете ваши отношения как некая опция, которая стимулирует вас в количествах. Это означает, что в понятии ревность вы допускаете ваши отношения как некая опция, которая стимулирует вас на такой… на некий такой флирт и подогрев, собственно говоря, к интимным отношениям. То есть, действительно, это имеет место быть в отношениях, когда ревность такая, чтобы вызвать некую страсть. Не в больших количествах, не с какими-то ненормальными претензиями, это без контроля, а это в виде игры. То есть, ревность в виде игры — это, конечно же, равно страсть, и это интересно. И у каждой пары она своя, и у них есть какие-то приколы уже на эту тему. Может быть, даже имена они себе придумывают какие-то. Вот такое тоже есть, и это вполне нормально. Но когда это превращается уже в трагедию… Что такое трагедия? Трагедия вот этой самой ревности — это когда вас постоянно контролируют, когда вам не доверяют, и когда вас постоянно обвиняют. Вот это уже трагедия. Это уже ревность не с хорошей стороны, потому что вас любят, а это уже конкретный абьюз и манипуляции в ваш адрес, стопроцентный. То есть, где ты была? Почему ты не брала трубку? А в чём дело? Ну, можно побеспокоиться от человека и спросить, слушай, не мог до тебя дозвониться, что случилось. Это одна история. Но если вас постоянно… Если вам постоянно не доверяют, постоянно вам названивают, дёргают вас, спрашивают, где вы, просят отправить местоположение, включи камеру, я хочу увидеть, где ты, то это всё уже тотальное недоверие и контроль. И я хочу здесь сделать помарку, потому что такое может быть со стороны женщины, в том числе и не только со стороны мужчины. Почему неправильно женщине себе так вести? И это не оправдание сейчас с моей стороны. Но почему так происходит? Потому что женщину уже ввели в абьюзивные отношения, уже ей показали, что во-первых, к ней нет недоверия, а во-вторых, мужчина, с кем она находится в отношениях, абсолютный бабник, изменщик, да, и с ним очень тяжело построить отношения, поэтому она тоже уже садится на эту иглу ревности и постоянно его начинает контролировать и ревновать. И становится такая психически зависимая, такая некая наркоманка, которая уже тоже играется в эту игру, постоянно его контроле. Он убегает, она догоняет. Это вот такого рода отношения, вот этой своей ревностью. Она постоянно её терроризирует, он закатывает уже глаза и говорит, что он не может это слушать, и он уже устал от этого тотального недоверия. И наоборот то же самое, то есть как в одну сторону, так и в другую. Начинаете отношения с человеком, да, вы только знакомьтесь, у вас конфетно-букетный период. Если он уже начинает вас дёргать с вопросами, где ты была, покажи рот, покажи телефон, вот, и скинь мне геолокацию, значит, давай поставим друг другу, установим, чтобы мы видели, где мы находимся, и вас дёргают постоянно на эту тему, то я считаю, что с такими пассажирами нужно сразу прощаться, пока вы не подсели на эту иглу. Если этого не произошло, дальше будет выбираться уже намного сложнее. И второй момент. Всё-таки я не сторонник того, что ревности вообще не должно быть в отношениях, да, и безусловно, ещё раз говорю, с точки зрения подогрева страсти она в любом случае должна быть, но чтобы вас вот так вот постоянно контролировать. Диол, диол.